такая красота чудесная елка наверху вся усеяна шишками ой господи как хорошо на улице снег немножко сыпет это кедр но тихо ветра нет чудесная погодка всем привет большой привет друзья наслаждаюсь наслаждаюсь гуляю погода изумительная уже сказала ветра нет но она выпадывал снег утром было минус 9 ночью минус 12 а в томске уже минус 18 представляете окна все замерзли это дети мне пишут я гуляю решила прямо сделать огромный круг а это примерно девять с половиной тысяч шагов выходите девчонки выходите из дома кто не работает и ходить и гулять и тренируйте выносливость и тренируйте свою дыхательную систему знаете сегодня включила видео и там на канале у любовь овчинниковой новое видео она улетела на кавказские минеральные воды санаторий машук температура там плюс 15 друзья не знаю не знаю как одеваться в чем лететь но надо взять конечно понимаю теплое потому что мы будем в горы подниматься и такую более легкую одежду вот и конечно посмотрите на ее канале этот ролик она то в термальных водах уже плавает купается так что я думаю под открытым небом предвкушаю тоже самое то же самое наслаждение я предвкушаю спортсмены в любую погоду выходят и занимаются спортом друзья немного приоткрою завесу по квартире какие квартиры я сняла почему говорю квартиры потому что мы принялись решение что мы неделю будем жить в пятигорске и следующую неделю уезжаем в кисловодск в кисловодске я уже забронила квартиру шикарнейшую просто случайным каким-то счастливым образом даже не то что случайным я знала одну одного блогера по ее статьям из петербурга на дзене и я вспомнила что она больше чем полгода назад летала в кисловодск ну-ка посмотрю почитаю что что там она пишет про недвижимость и все она то есть ей одна зрительница дала телефон своей приятельнице которая сдавала квартиру в кисловодске почти в центре города и она там прожила 40 дней практически цена такая ну я понимала что цена наверно будет больше потому что ну вот уже время изменилось ну и все-таки не по знакомству и думаю да я спрошу может быть простите она даст мне телефон она дала мне телефон я созвонилась с этой хозяйкой она мне дала несколько вариантов квартир цены более чем потому что на сайте на одном на втором на третьем я имею ввиду авито островок и что-то еще какой-то сайт там цены особенно в кисловодске очень высокие за сутки а тут друзья двухкомнатная квартира в центре шикарное с ремонтом и цена отличная цену озвучивать не буду потому что ну может быть знаете сегодня одна скорее всего завтра другая цена и будет ли сдавать она дальше я не знаю но всяком случае знаете уже мы приедем на месте разберемся если она разрешит то я кому интересно дам контакты сейчас пока ничего не буду говорить но цена очень привлекательна для такой квартиры с такой локации в пятигорске я еще не забронировала квартиру почему потому что мы прилетаем поздно вечером в 10 пока получим багаж пока то все пока доедем пока такси придет это уже будет 11 если не задержат рейс а то и 12 часов ночи да и я вот думаю чтобы людей не беспокоить я наверно все-таки сниму гостиницу а и созвонюсь двумя-тремя хозяевами а утром мы с людой сходим и посмотрим эти квартиры снимем уже на месте думаю так потому что ну ночью людей все-таки знаете дергать это не совсем правильно вот такие вот у меня мысли мысли мыслишки о снег прямо разошелся здорово смотрите какую работу проделывает муниципалитет каждое деревца и их тут тысяча каждое деревца подвязано утеплено ну а как иначе обсуждите снег так как разошелся ой-ой-ой но не ветер . не ветерочка друзья снова дятел везю же мне на дятлов в прямом смысле в переносном нет не встречались хорошие мужчины с дятлами мы не общались я вы знаете я слышу свист характерный для снегирей очень хочется мне их сейчас увидеть но не знаю прямо свист как это делают снегири решила пойти по лесу посмотрите господи как хорошо у кого тепло у кого снега нет знаете я для себя открыла недавно канал который наверняка многие из вас знают и кто-то смотрит канал называется лена плюс ваня я как-то раньше вы игнорировала не смотрела тут одно видео посмотрела второе знаете мне нравится видео как себя подают и свой канал лена она рассудительная она много читает я сейчас не рекламы занимаюсь а просто говорю свое отношение к этому каналу но самое главное что мне нравится это ее отношение с сыном многие пишут что о елена скажите ивану что себя неправильно ведет девочки прекратите делать замечания матери как ей воспитывать ребенка во первых ваня не этот рыжик очень нравится очень нравится во вторых он ведет себя нормально как подобает ребенку 11 лет он увлечен он увлекается что там собирает эти телефоны да и самое главное что ребенок не боится он не запуган он растет в любви и в свободе так как и следует воспитывать детей это мое твердое убеждение где надо там она ему скажет знаете но не на камеру мне очень нравится как она у него выдержка в некоторых моментах я сама себя проверяю думаю я бы может быть даже уже и голос повысила а это неправильно нет она терпеливо спокойно ребенок ничего не боится ребенок улыбается ребенок не боится камеры ребенок такой какой он есть это настолько здорово очень здорово и это большая заслуга матери и чтобы кто бы ей не писал она ведет себя так как считает нужным ну молодец девчонка она молодая сколько и 44 по моему да молодец девчонка умничка тоже с увлечениями в общем кто еще не видел ее канал посмотрите много там хэйта она конечно на эту тему тоже говорила в прошлом по моему видео в позапрошлом не 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 суть заикалась я с ней согласна действительно люди вместо того что откуда хит ну вот вы не знаете человека вы видите его на ютюбе и у вас ненависть к нему почему ну знаете как пишут ничего личного бывает что ну просто не твой человек ну так отключись и уйди на тот канал иди себе тот канал который при котором ты будешь релаксировать наслаждаться и обогащаться и знаниями и хорошим настроением правда ведь нет находятся люди которые начинают оскорблять слава богу на моем канале этого нет я сейчас говорю именно про ленин канал лена плюс ваня и она говорит ну потому что но займитесь вы чем-то изменить свою жизнь я с ней согласна измените попробуйте рискните выпрыгните из зоны комфорта выпрыгните из этой клетки как белочки мы там скачем по привычному кругу нет это лень это риски самое главное это риска вдруг не получится а вы никогда не узнаете получится или не получится а вдруг получится а я вам скажу что должно получиться не может не получиться если вы вкладываете энергию желание страстное не может не получиться не получится через неделю получится через месяц не через месяц через год но если вы будете долбить в одну точку у вас все получится если вы захотите Изменить свою жизнь к лучшему Все получится Я уже рассказывала свою историю Не буду здесь повторяться Но я была Сейчас возьму другую руку Как бы взять, чтобы не закрыть микрофон Забываю Брать эту палку У меня есть на канале уже видео Где я рассказывала Что я одна рискнула Рискнула Потому что я хотела Лучшей жизни для себя Для своего ребенка Рискнула, организовала предприятие И пахала там 14 лет Друзья, это не легко Это далеко не легко Это сложно Это риски, это треволнение Это бесконечное А вдруг Не получится А вдруг Это такие ситуации, когда ты думаешь Ну все, капец, крах Много таких ситуаций Но Если вы будете относиться К этому Вот как я относилась Я говорила уже У меня сначала начала Знаете, вот это Половина болеть Я потом Я себе сказала Господи, ты что У тебя ребенок Еще маленький А ты сейчас дойдешься До сердечного приступа И все Относись к этому А я до этого работала На предприятии И в администрации города И начальником Я себя И господи знаю Всю эту кухню И планерки И треволнение И все И я сама себе сказала Что стоп Это текущие проблемы Каждодневно Это текущие проблемы Которые есть На крупном предприятии На любом предприятии Иди их И решай Степ бай степ Понимаете Поэтому Не надо Ненавидеть человека За то, что он Ездит по нескольку раз В Турцию У нее есть такая возможность Откуда деньги Вы что налоговый инспектор Прекратите это делать Это 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 некрасиво Это некрасиво Представьте Ко взрослому человеку Откуда у него деньги Ну слушайте Есть органы Которые спросят с нее Ну я сейчас Знаете Даже не об этом Я сейчас никого не защищаю Я просто говорю о том Что Попробуйте сделать Что-то сами У меня была одна знакомая Она говорила Ой Ну я бы вот Вот это по-другому сделала Потом она говорит Ой А я бы вот тут По-другому написала Так встань Подними попу Иди и сделай И покажи как надо А то А я бы Да кабы Понимаете Девчонки Что-то я прямо разошлась Все буду наверное С вами вершить Сколько снега нападало Буду с вами прощаться Руки замерзли Вот такой будет наверное Небольшой ролик Даже не знаю Насколько он записан Вышла Даже вообще не собиралась Записывать ролик Вышла просто прогуляться Все Всем пока Всем хорошего настроения Прекрасных Предстоящих выходных Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok